А тут Алекс Красный задонатил, заинтересуется, как вам меню со встречи Си Дзиньпина с Путиным, когда пенсионеры просрочку собирают по помойкам, там блинчики с перепелкой лопают. Ну, действительно, значит, там было меню, в которое вошли закуски из дальневосточных морепродуктов, собственно, те самые блинчики с перепелкой, которые так захотелось Маргарите Симоньянову, вдруг внезапно, ухай стерляди, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом, а на десерт щербет из граната и павлова. Я не знаю, что это значит. Мы с вами периодически обсуждаем меню банкетов в правительствах, в администрациях, то, что закупают там Министерство внутренних дел, когда они тоннами эту икру покупают. Это все, скажем так, уже привычная и обыденная картина для нашей страны. С чего бы им вести себя по-другому, если руководство страны показывает им такой пример. Когда, как вы правильно сказали, страна находится в жесточайшем кризисе, люди находятся просто в шоковом состоянии, когда у нас идут росты закредитованности у общества, или падение доходов граждан, то не все плохо живут, у некоторых все неплохо. Вот вы поднимали тему Сталина. Был такой пример, я не помню вам сейчас конкретику, один из иностранных гостей, который приехал и, собственно, увидел дачу, по-моему, и говорит, как у вас здесь красиво, какой красивый дом. Он говорит, это не мой дом, это принадлежит советскому народу, а мне позволили этим пользоваться, пока я нахожусь на должности. Понимаете, сегодня совершенно противоположная ситуация. То, что чиновники имеют, они выносят на показ. То есть им мало этим обладать, мало этим владеть. Они хотят похвастаться, они хотят, чтобы их за это уважали, они хотят, чтобы все видели, какие они крутые, как все это обстоит. Я понимаю, что встреча на высоком уровне. Я понимаю, что, наверное, хотелось как-то похвастаться перед Си Цзиньпинем, но я думаю, что если бы меню был скромный, если бы этот подход к организации всего, то, что мы видели, был, скажем так, на уровне реального положения нашей страны, и китайцы бы это поняли, и российский народ бы это оценил. Все прекрасно понимают, что объявлены санкции, все прекрасно понимают, что в бюджете зияющая дыра, что не хватает средств, что идет, как власть говорит, оптимизация. Они, к сожалению, оптимизируют образование со здравоохранения, в том числе в наши сегодняшние дни. Но показали бы своим примером, в том числе властной структурой, вертикали, что нужно отвечать, в том числе перед гражданами, в таких вот публичных вещах, как и на что тратят деньги. Ну, они не привыкли так жить. У них совершенно другие жизненные приоритеты, и даже в условиях масштабного кризиса они не откажут себе в красивой жизни. А заодно вот и другим продемонстрируют, без расчета, что об этом узнает российский избиратель, налогоплательщик, гражданин. Потому что по телевизору ясное дело это обсуждать не будут. По телевизору будут рассказывать, как разгульно живет американские чиновники, какие-то европейские элиты. Да, вот это да, это будут обсуждать. А то, что здесь в России пир во время чумы, такое говорить, конечно, не будут.